Дедушка Мороз Куда я сплю? А я так хотел бы увидеть его Хм... Ахахахахахахахахахахахахаха Да ладно, сойдёт! Геночка, почерпи Га-га-га! Только не затягиваем! Меня Тимоха ждёт! Ой, малыш! Это кажется к тебе Мама, посмотри, ко мне Дедушка Мороз пришел А вот и подарочек для малыша Здравствуйте Кто тут у нас ждет Деда Мороза? Санта Клаус, брат Давненько не виделись Вместе мы приходим только к самым послушным детям Точно, а теперь малыш прочитает там стишок и мы пойдем дальше Ну и отдадим подарки, конечно В лесу родилась елочка Здравствуйте, а есть ли на ледоколе юнги? Раздери мачту Норд-Вест Здрасте Малыш, смотри, как к тебе пришел Дедушка Дедушки Мороза Правильно, про Дедушка Мороз Хе-хе-хе Вот это да! Сразу три Дедушки Мороза И все с подарками Пожалуйста, дорогие Дедушки Морозы Побудьте немножко у меня в гостях Ведь я никогда не видел ни одного А тут вдруг пришло целых трое Фух В лесу фанат росла Малыш, нам, пожалуй, пора Да вообще, опаздываю к ти... К терпеливым деткам Уж как они заждались-то К тому же внизу нас ждет внучка Снегурочка Хе-хе-хе Ух ты, ух ты! Снегурочка! Ну ты, Дедушка, даешь Спокойствие! Малыш, подожди! А? Сейчас я пошлю Снегурочке СМС-ку Она сама к нам придет А ты пока тортик доешь Не у вас ли загостились мои Дедушки Морозы? У нас, у нас Снегурочка До свидания, малыш Слушайся, братьев Родителей старших До свидания С Новым Годом Приходите в будущем году Да, пожалуй, одного раза хватит Спасибо, Тимоха Выручил Ну и прикид у тебя Пришлось у бабушки шубу одолжить И шапку А косы Это ее парик Эх, муссон мне в левый борт А мне понравилось Хватит болтать Уходим А то я сейчас упаду Какие же они все-таки смешны Эти старшие Ведь я совсем не такой уж и глупенький Настоящий Дед Мороз Не приходит А прилетает И всегда-всегда ночью Но они так старались Чтобы я поверил Пришлось им подыграть Хе-хе-хе-хе Юнги, подъем Команда фрегата Барбоскин Начинаем жизнь по расписанию Но ведь у нас каникулы Каникулы не каникулы На корабле дисциплина превыше всего На зарядку установись Раз-два 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 Как-то не весело на нашем корабле Отставить разговорчики Три-четыре Три-четыре Опять каша А может я бутерброд хочу? А я пирожные со сливками Юнги, что за бунт на корабле? Каша это сила Каша это бодрость Ой, славно потрудились Сейчас отдых Но через час на этом месте По плану подвижной игры На свежем воздухе Юнги Юнги запомнили Юнги запомнили Мне одной надоело играть в афрегат Барбоскин Мне тоже надоело Никакой свободы Надо дедушку отвлечь Чем отвлечь-то? Он газету почитает И снова за нас возьмется А давайте научим дедушку Зависать в интернете Тю-тю-тю-тю Да это же полкаша Одноклассник мой Ай-яй-яй-яй-яй Совсем лысый стал Ладно, вечером ему отвечу А еще тут всякие игры есть Правда? Покажи Вот, например, лга, сад и агаот Ух ты! Это я люблю Ну-ка, ну-ка Полкан, дружище Чего не спишь? Да внуки компьютером научили пользоваться Теперь не отлипнуть Да и бессонница Бессонница? Попробуй травяной чай Лови рецепт А я сериал сейчас буду смотреть Вот это я понимаю Завтрак так завтрак Ага Спи сколько хочешь Ешь что хочешь Хоть от зарядки отдохну Хитрые юнги сбежали от капитана Деда, а деда Свори мне манную кашу Малыш, мне помидоры надо собирать Потом сериал досмотреть Потом друзьям ответить А уж потом и до каши руки дойдут Может быть Да, отвлекли дедушку А давайте сами вымоем посуду И ягод наберем Без дедушки капитана Все это как-то скучно Определенно надо дедушку вернуть А как? Ты же сам видишь Надо залезть к дедушке в компьютер Как? Деда, видишь как плохо мы питаемся Скоро у нас животики заболят И зубки Что-то мы тут запутались Где сорняки, где не сорняки Вот такая вот зарядка Если так пойдет То внук вырастет неуклюжим тюфиком Видишь, пусто Только дедушка знает Где грибные места и земляничные поляны Готово Отправляй Отправляй Ага, новое письмо Кажется смотрит Только дедушка знает Где грибные места и земляничные поляны Деда, вернись Вот я старый пей Совсем заигрался Внучки мои, родники Дедушка Отставить свободное время до трех часов Дунги, разойдись Дедушка Без паники Так, посмотрим, что пишут про прогноз погоды Будет дождь Огород поливать не нужно Интернет очень полезная вещь Сила трения Ну-ну, лошадка Быстрее Генка Поехали Поехали, лошадка Генка Выходи Твоя очередь малыша катать Бегу-бегу Давай быстрее На, работай Ну-ка, малыш, встань-ка Гена, а что ты делаешь? Сейчас увидишь Лыжная гонка с Тимохой на дедушкин кубок А я тут ерундой всякой занимаюсь Теперь держись крепко И раз И два И три Поехали Это, как это? Это почему это? Я победил силу трения Намазал полозья Подтолкнул И... Что это? Ореховая паста? Нет Это скользелин Я сам изобрел Гена Хочешь в мою команду? Руководителем Консультантом Ну, если руководителем Не жалей Побольше, Маш Спокойно Все по формуле Значит так Для проверки Пара кругов вокруг детской площадки И на финиш Марш! Нет Так не видать нам победы Подумаем Вот смотри Теперь лыжи в одну сторону скользят А в другую нет Генка Ты гений! Ура! Ура! Получилось! Последний круг Финиш Стой! Тормози! Так и шеи Свернуть недолго Покумекаем Работает! Ну что, дружок Вы готовы? Да-да Минуточку Ты что На Северный полюс собрался? Посмотрим Кто будет смеяться Последним Итак Гонка Тридцать кругов На старт Внимание Марш! Гена Лыжи не едут Шоколадная паста Стой! Не ешь! Я баночки перепутаю Вот шоколадная паста А это скользелин Выкинь эту булку А ножик Помой Ты до финиша-то доберешься? Дружок Я баночку перепутал Маш, скорей Лыжню! Как приятно вручить награду Которую победитель заслужил В упорной и частной борьбе Лыженьки мои волшебные Связался я с этим скользелином Дружок Я победил силу тяжести Смотри Прыганул Генка, ты бы заканчивал со своими экспериментами, ученый Морозная пластинка Как красиво! Дружок, а кто эти узоры на окошке рисует? Как тебе сказать, это... Вроде... Дорожек на пластинке. Ага. Так Дед Мороз свою музыку записывает. Музыку? Дед Мороз? Ну да. А кто же еще? Если поставить такое стеклышко в проигрыватель, то обязательно услышишь музыку. Дружок, а давай вытащим стеклышко и послушаем. А, не, я не могу. У меня хоккей. Малыш, что ты делаешь? Мне нужно стеклышко вытащить. Узоры на окнах – это не что иное, как замерзший пар. Он выделяется в результате разности температур внутри и снаружи помещения. И он не может играть, как пластинка. А дружок сказал, что может. Нашел, кому верить. Давай вместо этих глупостей лучше посмотрим мультики. Не хочу мультиков. Хочу музыку Деда Мороза. Малыш, постой! Постой! У вас чего тут? Бег с препятствиями? Ты зачем малышу про морозные пластинки всякие глупости рассказываешь? Э, так это чтобы интересней было. Интересней? Он теперь хочет вытащить стекло из окна и поставить в проигрыватель. Вот иди и скажи ему, что ты это все придумал. Да зачем говорить-то? Он через пять минут про это сам забудет. Похоже, не забудет. Малыш, все, что я тебе рассказывал про пластинку, Э, не правда. И никакой музыки Деда Мороза не существует. Э, ну, в общем, да. Может, тогда и Деда Мороза нет? Конечно, есть. Вне всяких сомнений. Значит, и музыка Деда Мороза есть. Э, доволен? Теперь мы затронули самую важную часть детского мировоззрения. Представление о Деде Морозе. И все из-за тебя. И что теперь делать-то? Будем делать музыку. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ха-ха-ха. Ну, Генка, ты артист. Берем диск с записью новогодней елочки. Вставляем его в проигрыватель. Проигрыватель прячем подальше, чтобы малыш не догадался. Ну, и тяжелый этот граммофон. Достаем наше стеклышко. Дует что-то. Малыш, иди сюда на минуточку. У нас для тебя сюрприз. Не надо мне никаких сюрпризов. Неужели и музыку Деда Мороза не хочешь послушать? Хочу. Ну, давай. Музыка Деда Мороза. Надо ее на камеру снять. Сейчас тренирую. Это же не наша музыка. А что же там тогда играет? Ха. Фальшивый вирус Гена, срочно. Помоги с геометрией, а? Пожалуйста. Давай. Генка, чипы. Где мой паяльник? Да я же вчера тебе его уже отдал. Он у тебя под кроватью. Ха, точно. Спасибо, что напомнил. Гена, можешь мне сделать парус? Палуса подождут. Ты не забыл, что сегодня твоя очередь выносить мусор? Я все сделаю, обещаю. Только попозже. Не дом, а балаган. Ну, как им объяснить, что мне нужно уединение, спокойствие? Хоть карантин объявляй. О, а это идея. Что за шум? Кто кричал? Сестры и братья, у меня печальные новости. Я подцепил вирус фальсификус. Редкое заболевание. Оно ведет к полной потере сил, красоты, голоса, футбольного таланта. Какой ужас, бедненький. Мы можем как-то помочь, Геночка. Не переживайте, я уже принял меры. Чтобы вы не заразились, я оградил себя этой противозаразной сферой. Хотя мне кажется, частицы вируса еще витают в атмосфере комнаты. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что? Что происходит? Где я? Доброе утро. Ты только не волнуйся, тебе нельзя. Бедный больной Геночка. Мы не могли спокойно смотреть, как ты тоскуешь в одиночестве из-за этой глупой болезни. Мы тебя не бросим, Геночка. Ага, целый день проведем вместе. Перестаньте, я же болен. Мне необходима тишина и покой. Брось, мы просто тебя немного развеселим. И никому не скажем, что ты нарушил режим. Ты, главное, не переживай. Мы тебя поймаем. Немедленно верните меня домой. А то все... Пошла ракета! Заразитесь! Пошла ракета! это было феерично давайте еще нет нет на сегодня хватит и поздно уже спать пора давай завтра продолжим ну ладно тогда давайте на перегонки до подъезда я первый ура не думаю что мы так устанем зато видели как геночке было весело верно что нам усталость мелочь но пока он болен мы всегда будем рядом это точно вот если мы заболеем я уверена что геночка сделает для нас то же самое с добрым утром генка ты уже поправился ребята мне было так хорошо вчера что я полностью излечился и решил сделать для вас день веселья и активного отдыха следуйте за мной итак поехали практическая магия уроки волшебства урок 1 исчезновение предметов а медвежонок исчезни верьте в себя и у вас все получится сделайте глубокий вдох медвежонок исчезни сделайте глубокий вдох закройте глаза лиза ух ты пух ты медвежонок напрягите живот лиза можно я возьму его поиграть и основание черепа ой я верну честное причестное можно медленно кивайте головой спасибо лиза ты такая добрая поднимите руки вверх и резко вытяните их вперед медвежонок исчезни ух 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 теперь я волшебница ух ух я научилась чтобы такое наколдовать хах вратарь выбивает мяч в центр поля пас аршавкину перевод гавкину передача удар ой прости лизка я не заметил смотреть надо вот не яхо а я сегодня дежую дружок а ну вернись убери за собой потом а может его в жабу превратить а если дружок станет жабой кто все это убирать будет лучше превратить его в уборщицу то есть в уборщика Лизка, ты чего? Обиделась, что ли? Да ладно тебе, я же извинился Ну хватит злиться, все, мир Уборщик Ой, гвоздь мне в кеды Я тут распинаюсь, мирюсь, а она дерется Сестра называется Все, ты для меня больше не существуешь Уборщик Ничего, с медвежонком тоже не с первого раза получилось Ой, Лизка Лизонька, очнулась Я тебе тот сладенького принес Кушай, поправляйся А я все твои дела сделаю Пол подмету, посуду вымою Ну и все остальное Ты главное лежи, отдыхай Ура, получилось Дружок уборщик Все-таки я настоящая волшебница Что бы еще наколдовать О, а наколдую-ка я Что бы мой мишка появился Спасибо, Лиза Медвежонок, появись Кто бы сомневался Ученик-чародея Пап, ну чего ждать Давай уже прикрутим этот звонок Сынок, с электричеством не шутят В одиннадцать закончится мамин сериал И мы вырубим свет в квартире Вот тогда и прикрутим Пап, ты очень занят Очень, доченька, очень Папа чинит кнопку Что-то не хочется опять в кино Пошли лучше на танцы Перезвони мне через пять минут Послушай, сестричка Когда я попросила оценить мой макияж Ты мне что сказала? Что косметика мне уже не поможет Так что и от меня помощи больше не жди Ген, ты мне сочинение по приводоведению напишешь? Бабочки в период зимней спячки Интересная тема, но сейчас не могу Геночка, ну пожалуйста Ну что за привычка отвлекать Ученого от научной работы? Ученого от научной работы Ну зачем вести себя как динозавр? Сам ты динозавр, а я, может, и поучение тебя буду Да? И какие, простите, науки вы практикуете? А всякие Например, черную и белую магию Вот Ух ты, какая сложная наука Ну-ка продемонстрируйте мне ваши способности А я посмеюсь Перезвони мне через пять минут Пожалуйста, сейчас в нашей квартире Зазвонит телефон Это совпадение Ах, совпадение? В одиннадцать закончится мамин сериал И мы вырубим свет в квартире Свет, заклинаю тебя Пропади Теперь понял, кто из нас динозавр? Ты, неудачный ученый Или я, могущественный челно-белый маг? По теории вероятности, такое совпадение Да еще два раза подряд Один к тысяче, к миллиону Это невероятно! Ты изменила мою картину мира! Вот так-то? Лиза, ты научишь меня своей магии А я тебе любое сочинение напишу Ну так и быть Возьму тебя в ученики Светло Темно Светло Темно Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Геннадий, ты прошёл обучение и отныне стал полноправным магом! Никогда бы не подумал, что так быстро стану магом! Да-да, поздравляю! Но теперь ты должен написать любимой сестьёнке сочинение про бабочек! Больше никакой науки! При помощи колдовства столько всего можно сделать! Да я же теперь горы сверну! Полёт на Марс, на Венеру! Гена, сочинение! Ах да, сочинение! Так а зачем мне его писать? Я его тебе наколдую! Сочинениюс, написаниюс! Всё, готово! Спасибо, Лизонька! Ха-ха-ха! Новая жизнь! Волшебство! Ну вот, хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам! Чемпион Ух ты-пух ты! Сколько наград! Самый сильный среди самых слабых! Лучший бегун среди девочек! А то! Ты можешь гордиться своим братом! Но ты же не девочка! Конечно, нет! Я победитель! Гвоздь мне в кеды! Чемпион! Кстати, через недельку планирую выиграть ещё одно соревнование! Ух ты-пух ты! И ты снова победишь! Ха! Конечно! Ура! Будем тренироваться! Зачем? Это троеборья среди младших классов! Я их и так одной левой сделаю! Но если все тебя слабее, зачем соревноваться? Как? Зачем? Чтобы первое место получить! Ну ладно! Буду готовиться к соревнованиям! Лучшая тренировка! Это отдых! Дружок! Представляешь? Тимоха тоже участвует в конкурсе! Где? Что? Тимоха? Ты уверен? Да! Мне Роза сказала! Но ты же всё равно всех победишь! Да вот теперь не знаю! Тимоха тёмная лошадка! Надо его проверить, каков он в деле! Ура! Будем тренироваться! Тимоха! Молодец, что зашёл! Давай разомнёмся, а? Да я вообще-то не за этим зашёл! Да ладно тебе! Давай поподтягиваемся! Кто больше? Слабо, а? Кто ж так подтягивается? Вот как надо! Ух! Хоп! Ха, ха! Ух,ух! Я тоже так могу! Просто не выспался сегодня! Хы, хм-м! А штамп ему поднимешь?! Эту что ли? Ха, что-то лёгкое она у тебя! Знаю, что лёгкое! Давай кто больше? Ты поосторожней с нагрузками Занимайся постепенно Сильный, значит А спорим, я тебя быстрее Я так десять кругов могу пробежать А ты-то небось выдохся, а? Не, на десять у меня времени нет Извини, дел полно Будем считать, что у нас нитья Не, малыш У меня нет шансов против Тимохи Не буду я участвовать Ну ты хотя бы попробуй А мне надо, а если я проиграю Гвоздь мне в кеды Тогда у тебя будет второе место Твой брат чемпион Слышишь, у меня это в крови Никаких вторых мест Опять ты у меня на пути Еще и хлам свой раскидал Это не хлам, а и кибана Ну, когда букетики собирают из цветов Красивые, японцы придумали Тимоха готовится к конкурсу Лучшая кибана А я ему помогаю Так ты на конкурс по букетикам собрался? А как же школьное троеборье? Да ну, там одна мелезга С ними соревноваться-то неинтересно Тимоха, не знаешь ты, что такое счастье? Фу Встречайте, наш дружок чемпион Я чемпион! Я чемпион! Я круто! О, я смотрю, вы решили отметить мое первое место Это мы не для тебя старались, а для Тимохи При чем здесь Тимоха? Ваш брат, между прочим, стал чемпионом Да кто бы сомневался, малявок обыграть Тоже мне достижение Кушай, кушай, Тимочка Победители не судят, чтоб ты знала И борьба была честной, хоть и неравной Вот именно, неравной А Тимоха занял десятое место среди профессионалов Смотри, какую он Акибану красивую сделал Ха, десятое место, тоже мне достижение Я, если честно, думал и в двадцатку не войду Там такие мастера Я переволновался сначала Но потом собрался и... и вот Тимоха, ты наш чемпион Да Ура! Тимоха, настоящий чемпион Дружок, что ты делаешь? Хватит конкурсов для слабаков Пора проверить, на что я гожусь на самом деле Вот здорово! Пропеллер Идет! Ура! Поздравляем с победой в городской конфете Да не в конфете, а в эстафете Сейчас ее по телевизору показывать будут Меня, как победителя, точно покажут Включайте! Мой брат телезвезда Ну вообще! Смотри, что я выиграл Только из моих рук А то я тебя знаю, мистер Ломайка Дружок, ты уже в телевизоре Пошли скорее Ладно, держи Но если с моим самолетом что-нибудь случится Купишь мне два таких же, понял? Да хоть танцую Вот-вот И танцуешь, и споешь Мистер Ломайка Кто бы говорил Как будто я с техникой не умею обращаться Стой! Стой! Вот, дружок Барбоскин Передает эстафетную палочку Тимофею Лайкину Ну ты митиво И как с тебя кеды не взлетели Жалко, что Генка не видит Малыш, позови его Пусть лучше передачу смотрит Чем мой самолетик ломает Гена! Гена! Ух ты, пух ты Какая штучка здоровская Моя Гена, иди дружка на соревнованиях смотреть Тимофей сохраняет лидерство своей команды Дай сюда Не отдам Это моя штучка Малыш, это не просто штучка А пропеллер от самолета Мне он очень нужен Моя Смотрите, смотрите Сейчас самый клевый момент будет Не мешайте Ну что за дела? Что за шутки? Эй, вы чего? Моя Где пуль? Вообще Где же он? Ты его видишь? Нашел! Включай, Скайея Ну вот, уже кончилось Ничего, вечером повторять будут Генка, тащи сюда мой самолет Пойдем во двор, посмотрим, на что он способен Чего? Язык проглотил, что ли? Нет, он проглотил перпиллер от самолета От самолета? Ты что, его сломал? А ну, открывай! Я так и знал, что ты все сломаешь Сейчас, сейчас Открывай немедленно Гони мой самолет Сейчас, сейчас, потерпи Гена, отбрось! Да открывай же ты, Генка! Нечего так кричать Все в порядке с твоим Просим, 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 просим Ты и я, мы с тобой друзья Ну подрались, немножко покусались Но тут же мы обнялись Потому что мы друзья Ты и я, ты и я Мы с тобой друзья Гена, спасибо! Спасибо за концерт! Слушай, Ген, айда запускать самолеты! Триумф силы воли Эй, ты чего ревешь? Потому что я потолстела Мне бы твои проблемы А у меня через неделю Конкурс красоты Роза, это решается элементарно Просто сядь на диету Да я и так на диете Оно и видно Диета – это когда они едят Я знаю, но ведь хочется У меня силы воли нет Вообще Возьми себя в руки Вам легко говорить Сами бы попробовали ничего не есть Давайте покажем Розе Пример торжества силы воли над физиологией Будем худеть коллективно Точно За компанию веселей Ваде, любимой сестренке, я готова И я Аккин – это пора Аккин – это пора Оно и текущая И это пора Что? Расслата – это пора Точно И это пора я на диете все понятно решила подкрепиться ничего подобного а вот ты зачем сюда явился? я еще один я как раз думал всем привет мой сериал еще не начался ребята, спасибо вам огромное есть совсем не хочется и все благодаря вашему примеру кто-то идет гвоздь мне в кеды я должна быть достойной сестрой своих братьев и Лиски теперь они увидят, что у меня тоже есть сила воли что я способна на мужественные поступки еда — зло а зло — место в мусоропроводе все лоза совсем сошла с ума может ее съедим? я уже желудок не чувствую нужно немедленно прекращать эту диету я знаю, что нужно сделать я похудела ура! а ведь с таким маленьким весом не берут на конкурс это ерунда потолстеть гораздо проще, чем похудеть точно а мы тебе покажем пемию мы же родственники должны помогать друг другу лох